Что делает Оксана в течение пяти лет? Она направлена на то, чтобы кому-то сделать добро. Не случайно ее фонд назван «Спешите делать добро». А все, что связано с детьми, это связано с Богом. И я считаю, что то, что она делает, это от Бога. Верчайшая личность, которая является Оксаной, это высокая гражданственность и любовь к своей стране. На сегодняшний день в фонде работают шесть программ, направления совершенно разные. То есть это от простой помощи самым нуждающимся людям, помощь в самом необходимом, здесь и сейчас. Я хотел бы пожелать вокруг нее, чтобы был мир спокойный, стабильный, понимающий, душевный. По крайней мере, насколько я знаю ее, мне кажется, что если бы все люди вокруг были бы такие приветливые, и такие красивые душой, то, наверное, он был бы намного лучше. Об Оксане можно говорить только в высшей степени. Все, что касается нравственной шкалы ценностей, вот удивительно, Оксана сочетает все на сто процентов. Самое главное – культура и просвещение. В рамках этой программы в этом году мы выпустили две книги о Великой Отечественной войне. Мы приурочили, естественно, к юбилею Великой Победы. А тут сидели ветераны, и вот Оксана для них была как свежий глоток воздуха, что вспомнили о тех, о ком мы должны все время помнить. Не вспоминать, а помнить они должны. А это должно быть с детства. Мы считаем, это очень важно именно среди детского возраста распространять и развивать эту идею, что Родину надо любить, защищать ее. О, и Оксана вообще прекрасный человек такой, очень интересный, да. Она прекрасно поет. Интересная, глубокая личность. Она просто хороший, преданный друг. Я вижу, сколько гостей празднично одетых, красивых, и все ждут встречи с красавицей, которую знает весь мир, которую мы просто любим. И в этот день, Оксаночка, огромного здоровья, счастья, любви и успехов. И творческих успехов непременно. И побед. Характер — это судьба. Как и вся страна, и весь мир знает много о судьбе Оксаны Федоровой. Это девочка, которая родилась в простой, прекрасной советской русской семье в городе Пскове, которая достигла самых невероятных вершин, о которых только мечтает любая девочка, и не только в России, в любой стране. И вот к чему привел ее этот путь. Привел вот к этому фонду, который она основала и президентом которого является. Человека удивительного характера и удивительной судьбы. Дорогие друзья, Оксана Федорова. Всем добрый вечер. Спасибо, что сегодня пришли разделить наше событие, наш первый юбилей. Добро пожаловать на гала-ужин благотворительного фонда «Спешите делать добро». Русский человек всегда отличался милосердием, состраданием. Помогать ближнему — это практически физиологическая потребность наша, потребность нашей души. На этом вечере хочу поблагодарить наших меценатов, наших друзей фонда. Сегодня праздник красоты. В человеке все должно быть прекрасно, и душа, и одежда, и мысли, потому что это все относится к Оксане. И чтобы все в твоей жизни было так же красиво, как ты сама. Поздравляю с пятилетием фонда, потому что целых пять лет делать добро очень сложно. Я педагог. Я вижу детей, которые очень нуждаются в этом. Благодаря таким фондам мы детям очень помогаем. Это очень-очень в нашей жизни важно. Оксана, спасибо огромное, что вы этим занимаетесь. Потрясающая женщина, она на моих глазах состоялась не только как самая красивая девушка мира. Она состоялась как потрясающая мать, как потрясающий благотворительный меценат. Оксана, так держать. Береги себя, а мы тебя будем беречь тоже. Спасибо, Мариноч. В самом начале, когда мы собирали средства на сгоревший приют, все сегодня видели это. Спасибо тебе. Ты пришел первый тогда и оказал свою первую помощь. Спасибо. Спасибо, что ты сегодня с нами. Всем огромное спасибо. Удачи всем и чтобы не стреляли. С днем рождения. Вот та замечательная книга, которая выпущена фондом, она сейчас послужила такой путеводной звездой для нового поколения. И вот эти маленькие герои Большой войны, они вдохновляют их как раз на то, как нужно любить свою родину, как нужно любить свой народ. Твоя доброта не имеет границ. Дорогая, я тебя поздравляю и всю твою команду спешите делать добро. Пятилетним юбилеем я желаю вам удачи и процветания. Спасибо, Оксана, за ваш фонд, за то, что вы делаете. А вам спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу преданность, делу, за вашу любовь к родине и, конечно, за ваш вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Служу России! Этот проект стал не просто международным, написано более трех миллионов икон. Во всяком случае, об этой традиции узнали, но если не все, то очень многие. Самый главный результат, если бы тогда, в 2008 году, мы бы набрали в интернете, в поисковике мерная икона, выскочило бы 15 ссылок. Вот если сейчас набрать, выскочили 960 тысяч ссылок. Вот результат этого проекта. Очень приятно вручить и по поручению от нашего благотворительного фонда поддержки российской национальной культуры. имени Петра Ильича Чайковского, Оксана, вам и вашему фонду благодарность за поддержку российской национальной культуры. На самом деле бриллиант украшения любого мероприятия, но помимо этого ты настоящий искренний человек. Я свою жизнь проинтервьюировала, наверное, миллион разных знаменитостей, но такое количество добра, которое исходит от тебя, сложно встретить. Поблагодарить от всей республики Башкирии выражаю искреннюю признательность и благодарность вам и сотрудникам фонда за большой вклад в работу по сохранению духовных традиций и утверждению в обществе семейных ценностей. Создание и реализация уникального благотворительного проекта для воспитанниц детских домов и школ-интернатов. Спешите делать добро В мечтах, поступках, делах Пусть чистый звук серебром звенит в счастливых домах И в мир лучами летит от сердца к сердцу тепло Ведь с ним так хочется жить Один источник добро Терпение тебя, Оксаночка, успеха во всех, во всех твоих делах Любви, гармонии, так держать Хэппuur 비ррддей, share В идее, Оксана Хэпп Bombardier, substitute Спешите делать добро АПЛОДИСМЕНТЫ